Уважаемые зрители, в этом видеоролике мы обращаемся к тем, кто относит себя к шиитскому масхабу. Мы надеемся, что наш видеоролик положительно повлияет на многих шиитов, которые в глубине души любят ислам и Коран, и изменит мнение и отношение многих из них. После краткого вступления мы хотели бы начать с вопросов, перейдя сразу к делу. О шиит, любящий Коран всем своим сердцем, как ты относишься лично к человеку или группе людей, которые говорят, Коран, который у нас есть сегодня, не является истинным Кораном, неспосланным Мухаммаду? Что ты чувствуешь по отношению к человеку или группе людей, которые говорят, Коран, неспосланный Мухаммаду, не сохранился в своей первоначальной форме, его содержание было изменено с подвижниками пророка, к словам Аллаха было добавлено много лишнего, или многие аяты и некоторые суры были стерты из книги. Одним словом, Коран не сохранился в том виде, в котором он был неспослан. Нетрудно представить, что можно почувствовать по отношению к человеку с подобным вероубеждением. Итак, готовы ли вы выслушать горькую правду, которую от вас скрывают? Но вы имеете право это знать. Так присоединяйтесь и смотрите внимательно. По сути, идея искажения Корана является одним из основных принципов и верований шиитского масхаба. Некоторые шиитские ученые даже написали книги, чтобы доказать, что Коран был изменен. Многие шиитские ученые скрывали свои ложные вероубеждения и воздерживались от их свободного выражения, чтобы не навлечь на себя критику и осуждение мусульман. По этой причине многие рядовые шииты, не читающие своих книг и не знающие ученых своего масхаба, даже не подозревают об этой горькой правде. Теперь вы познакомитесь с великими шиитскими учеными и гениями этого масхаба, распространяющими эту так называемую правду. Али ибн-Ибрахим Аль-Гумми, один из старейших и величайших шиитских толкователей, умер в 307 году Хиджры и стал известен под именем Тафсир Аль-Гумми. Али ибн-Ибрахим Аль-Гумми объясняет это убеждение в своем толковании следующим образом. В Коране есть аяты, которые были изменены и противоречат тому, что не спослал Аллах. Затем Аль-Гумми цитирует ряд аятов, которые по его утверждению противоречат оригинальному Корану и приводит примеры хадисов, передатчиками которых являются непогрешимые имамы. Мухаммад ибн-Якуб Аль-Куляйни, величайший знаток хадисов в шиитском масхабе, ученик Али ибн-Ибрахим Аль-Гумми, автор Аль-Кафи, самой ценной и надежной книги хадисов в масхабе шиитов. Своё вероубеждение он выразил, приведя об этом хадисы в своей книге. Джафар Ассадик сказал, поистине Коран, который Джибриль передал Мухаммаду, состоял из 17 тысяч аятов. Обратите внимание, шиитский ученый Аль-Куляйни утверждает, что Джафар Ассадик якобы сказал, что количество аятов в Коране, неспосланных пророку Мухаммаду, составляло 17 тысяч. В то время как число аятов Корана, который в настоящее время находится в руках мусульман, составляет 6236 аятов, то есть даже не 7, а уж тем более не 17 тысяч. Итак, согласно утверждению Аль-Куляйни, Коран, которому сегодня следуют простые мусульмане, составляет лишь треть оригинального Корана, неспосланного пророку Мухаммаду. Мир ему и благословение Аллаха. Мухаммад Бакир Аль-Маджлиси, автор знаменитой книги «Бихар-Уль-Анвар», величайший шиитский ученый своего времени и государства сифивидов. Он также был одним из шиитских ученых, который нашел в себе так называемое мужество и выразил уверенность в том, что Коран был искажен. Итак, толкуя вышеупомянутый хадис про 17 тысяч аятов, он сначала упомянул, что этот хадис действителен, а затем сказал... Не секрет, что этот и многие другие достоверные хадисы ясно показывают, что Коран несовершенен и был изменен. На мой взгляд, хадисы на эту тему имеют мутаватирный смысл. Попытка отвергнуть и отрицать все хадисы об искажении Корана влечет за собой прямую потерю доверия к хадисам. На мой взгляд, хадисов об этом, то есть об искажении Корана, не меньше, чем хадисов об имамате. Так как же они, ученые, которые не принимают искажения Корана, доказывают существование имамата с помощью хадисов? То есть, невзирая на многочисленные ясные хадисы, если они не принимают искажения Корана, то как еще они доказывают существование своего имамата? Абуль Хасан Алямили, один из величайших шиитских ученых своего времени, является автором толкования Мират Улямвар, известного как Тафсир Аль-Бурхан. Он, как и Аль-Маджлиси, сказал, что хадисы, переданные имамами относительно искажения Корана, являются мутаватиром. Знаете, что неоспоримым фактом является то, что, основываясь на мутаватир хадисы и другие источники, Коран был фактически изменен после смерти пророка. После составления Корана они, то есть сподвижники, удалили из него много сур и аятов. Далее он говорит, что истинный Коран, который не был искажен, находится у Махди. В заключение он приводит имена таких великих шиитских ученых, как Куляйни, его учителя Гумми, Аля Яши, Нумани, Абуталиба Аль-Табарси и Маджлиси, которые придерживаются этого вероубеждения. Можно сказать, что это вероубеждение является одним из обязательных в нашем масхабе, то есть шиизме. Уважаемые зрители, этот список можно продолжить и привести утверждение десятков шиитских ученых, признающих, что Коран был искажен. Из них Нуре Аль-Табарси, Аббас Аль-Гумми и другие. Теперь мы приведем вам пример об искажении Корана из книги Мафатих Аль-Джинан, которая является самым популярным и почитаемым у шиитов сборником молитв. Новый аят Аль-Курси Итак, автор книги Мафатих Аль-Джинан, известный шиитский ученый Аббас Аль-Гумми, в разделе «Деяния пятницы» на странице 63 пишет «Поистине есть большая награда за чтение аят Аль-Курси в пятницу, в том виде, в котором он был неспослан». Аббас Аль-Гумми хочет сказать, что «О шиит, если ты будешь читать аят Аль-Курси по пятницам, но не аят, который мы видим сегодня в Коране, а аят в том виде, в котором он был неспослан, то есть в чистом, первоначальном виде, то ты получишь за это большую награду». На полях той же страницы указан предполагаемо чистый аят Аль-Курси. Популярная в шиитских источниках сура аль-Вилайят, которой нет в Коране, но которая, по мнению шиитских ученых, была удалена из Корана. Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые зрители! Вера в то, что Коран был изменен, на самом деле является одним из основных верований шиитского масхаба. Они были вынуждены говорить, это клевета и ложь против нас, просто потому, что на протяжении всей истории за эти вероубеждения мусульмане их критиковали и осуждали. Как мы упоминали ранее, многие шиитские ученые скрывали и воздерживались от выражения своих убеждений, чтобы защитить себя от осуждения мусульман. По этой причине многие рядовые шииты, незнакомые с книгами и учеными своего масхаба, даже не знают об этой горькой правде. Посмотрите, что великий шиитский ученый Нейматуллах Аль-Джазайри говорит об этом. Наши сподвижники, то есть шиитские ученые, подтвердили подлинность множества мутаватер-хадисов, которые ясно указывают на то, что Коран был искажен. Да, Муртаза, Ас-Садук и шейх Табарси были против шиитских ученых в этом вопросе. Они постановили, что рукописи Корана, собранные вместе и соединенные в определенном порядке между двумя обложками в один том, являются истинным Кораном, который был неспослан без искажений и изменений. Судя по всему, они сказали это, что Коран не был искажен, по многим причинам. Одна из причин заключалась в том, чтобы закрыть дверь к богохульству по отношению к Корану, потому что, если возможно было исказить Коран, то как тогда следовать его правилам и предписаниям? Хотя они по определенным причинам внешне отрицают искажения Корана, они передали в своих книгах множество хадисов, в которых говорится, что Коран был искажен. В том же источнике, на следующих страницах, Аль-Джазайре отвечает на вопрос, волнующий многих шиитов, следующим образом. Если это не так, то как можно читать и следовать предписаниям Корана, изменяя его? Я отвечу вам. В хадисах от непогрешимых имамов уже было передано, что они приказывали своим шиитам читать Коран во время намаза и других актов поклонения и соблюдать все его предписания, до тех пор, пока не явится наш владыка, Сахип Аззаман, не заберет Коран у людей и не вознесет его, а затем покажет истинный Коран, написанный предводителем правоверных, то есть Али, прочитает его и будет соблюдать его предписания. Уважаемые зрители шииты, мы хотим поделиться с вами еще одним фактом, поскольку утверждения об искажении Корана были восприняты некоторыми шиитскими учеными как ложные. Известный шиитский ученый Аннури Ат-Табарси, живший около полувека назад, нашел в себе так называемую смелость, чтобы доказать искажение Корана и написал книгу под названием «Фасхаль-Хитаб-Фиизбат-Тахрир-Хитаб-Раббаль-Арбаб». В этой книге он цитирует сотни достоверных хадисов, переданных непогрешимыми имамами об искажении Корана, основываясь на шиитскую науку о хадисах. Несомненно, он знал о достоверности этих хадисов лучше, чем любой другой шиитский ученый, который их отрицал. Не следует забывать, что Аннури Ат-Табарси один из последних и величайших шиитских ученых хадисоведов. Позже он даже написал книгу «Радбат Аш-Шубухат Анфасль-Аль-Хитаб» против тех, кто его критиковал. Следует отметить, что Аннури Ат-Табарси также является автором «Мустадра Кальвасаиль», одной из восьми самых авторитетных книг шиитского масхаба. Уважаемые зрители шииты, все это правда, хоть и горькая, на самом деле в этом нет ничего удивительного, потому что, согласно учениям шиитского масхаба, все сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, кроме пяти или десяти из них, были лицемерами при его жизни и вероотступниками после его смерти. В то время как именно сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, знали наизусть весь Коран, собрали его в книгу и передали будущим поколениям. Разве сомнение в подлинности рассказчиков, то есть сподвижников, не означает сомнение в самом первоисточнике, то есть Коране, так что подумайте об этом. Следует отметить, что в книгах шиитских хадисов было передано более двух тысяч хадисов от имени имамов, которых они считают непогрешимыми. Несомненно, все эти хадисы являются сфабрикованными и противоречат этому аяту Всевышнего Аллаха. «Воистину мы не спослали напоминание, и мы оберегаем его». Но тут возникает важный вопрос. Как можно придумать столько хадисов всего лишь по одному вопросу? Отвечаем. Если так много ложных хадисов в столь жизненно важном вопросе может быть сфабриковано в одном масхабе от имени имамов, которых они считают непогрешимыми, то не может быть даже разговоров о том, что этот масхаб относится к Ахлельбейту. Что касается вероубеждений Ахлессунны, то полагать, что Коран был искажен, уже является неверием. Например, Ибн Кудама, один из ученых Ахлессунны, сказал «Нет разногласий и сомнений в том, что если человек отрицает суру или аят, слово или букву из Корана, он однозначно является неверующим». Другой суннитский ученый Гази и Яд говорит в своей книге Ашифа «Знай, что всякий, кто смотрит на Коран или мусхов как на что-то бесполезное или ругает его, считает сам Коран, постановление или руководство, изложенное в нем, ложью, или сознательно отрицает Коран, или сомневается в суре или аяте, тогда, по мнению всех ученых, он считается неверующим». В шиитском масхабе все наоборот. Человек, который считает, что Коран не был изменен, является неверующим. Не верите? Тогда посмотрите. Шейх Абдул-Халим Аль-Гази, один из современных шиитских ученых, который всегда говорит без колебаний, то есть без лицемерия. Абдул-Халим Аль-Гази, который говорит на тихийх, который говорит на тихийх, о тихийх, о хрии, о тихийх, о хрии, о хрии, Лен يكذب المعصوم فهو كاف.